Телекомпания «Вид» представляет Телекомпания «Вид» представляет Телекомпания «Вид» представляет Телекомпания «Вид» Самолёт из Москвы в Милан вылетает ранним утром Так что ещё до полудня вы окажетесь в столице Ломбардия Вот с тёсю и начнём А потом уже сюда На лыжи В качестве эпиграфа Путешественник видит всё, что попадает ему на глаза Экскурсант только то, на что он приехал посмотреть Гилберт Честертон И в этом смысле я абсолютный путешественник Всё, что я вижу, о том и пою Итак, первая песня о Милане Мой коллега Марк Боем верно подметил, что Милан не поражает своей экзотикой. Местные жители не сушат белье на улице, как в Неаполе. Здесь нет падающей башни, колизеи, шумной толпы, изнывающих от восторга туристов. Кажется, что он весь состоит из парадных фасадов и безупречной красоты женских ног. И на душе становится спокойно. В этом мире все идет как нужно. Это слова Марка. Насладившись по его совету фасадами и женскими ножками, мы зашли в трапезную монастыря Санта-Мария-де-Леграция, где хранится тайная вечеря Леонардо да Винчи. А цитированный выше Боем считает, что если на одну чашу весов положить все сокровища Флоренции, а на другую шедевр Леонардо, то трудно сказать, какая чаша перевесит. За такие слова флорентийцы пообещали превратить Марка во фреску, без реставрации. Так вот, Леонардо над своей фреской начал работать в 1495 году и закончил спустя 16 лет. Фреска получилась длиной 9 метров и высотой 4,5. Возбуждающим средством, которым потрясает спокойная и тайная вечеря, являются слова учителя. «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Когда они высказаны, то все собрание приходит в смятение, а он склоняет главу, уходя в себя. Писал Геот и посетив Доминиканский монастырь незадолго до нас. Еще при жизни мастеров фреска начала трескаться, осыпаться. Затем монахи отсекли ее часть, пробив дырку в стене, чтобы связать трапезную с кухней. 200 лет назад солдаты Наполеона превратили трапезную в конюшню – солдафоны. И лишь по окончании Второй мировой войны началась ее реставрация. Ну, результат вы видели на экране. Из монастыря мы отправились в центр, экономя время на трамвае, к Домской площади, чтобы посмотреть на знаменитый Дуома – Миланский собор. Марк, нет, не Бой Матвен, назвал его «Поэмой в мраморе». Это третий по величине готический собор в Европе и четвертый в мире. Строительство его велось пять столетий. Его начали строить еще в XIV веке, но все жители Милана до сих пор платят специальный налог на строительство этого храма, который миланский герцог Висконтий решил возвести в память о своих собственных деяниях, как он полагал великих. Он покорил половину итальянских городов. Нет, памятник этот стоит на площади не ему, а королю Виктору Эммануилу. Но свое место в истории герцог нашел. И собор тоже. Две гигантских каменоломни в предместе работали исключительно на нужды собора. Днем и ночью сюда везли белый мрамор и розовый гранит. Лучшие архитекторы и строители воздвигали здание и купол собора. А Леонардо да Винчи не был допущен к его постройке, как подверженный враждебному флорентийскому влиянию. Вот такие бестактные были эти герцоги. Но история их наказала. Искусствоведы считают, что собор особой художественной ценности не представляет, что, мол, внешность его искажена веками, что сущность эклектична, а принять в нем могут лишь его размеры да мраморные горы. Но это мнение искусствоведов. А мы с Янисом Цабукидисом, моим коллегой, полагаем, что дома очень красиво и очень странно. Если он и в воплощении человеческой гордыни, то человечеству есть чем гордиться. Вот так. На площадь выходит и не менее знаменитая торговая галерея имени Виктора Эммануила. Самый старый в мире и очень красивый пассаж. Здесь находятся известные магазины и бутики. В Милан ведь принято ездить за одеждой исключительно благородного происхождения. Герме, Сармане, Миу-Миу, Прада. Эти имена словно сладкая музыка для сердца любого модника. А в феврале и июле эта музыка становится особенно нежной и милой сердцу по причине бутиковых распродаж. Оторваться от приятнейшего в мире занятия, совершения покупок, очень трудно. В любом городе мира, кроме Милана, можно пожаловаться на то, что выбор скуден и нет подходящего размера. Здесь же есть все, что нужно. Галерея выходит на площадь Скала, где укромно стоит знаменитый оперный театр Ласкала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нас встретил хозяин отеля, известный вам Сивуха. Он оставил КВН, ОСП-студию, переехал сюда в ломбардию и бросил шутить. И даже на Сивуху не откликался. Ну и не хочет человек общаться с соотечественниками. Его отель трехзвездочный. Самый распространенный класс в этом горном районе. С утра мы отправились на катание. Здесь есть отели, расположенные подле подъемников. Наш же располагался вдалеке, так что добирались мы до трасс около 40 минут. Но зато от нашей деревни было рукой подать до всяких тусовочных городков, о которых позднее. Сейчас лыжи. Кататься мы ездили в Борно. Выбор проката довольно скромен, но для новичков вполне достаточно. И главное, по цене это заметно дешевле, чем по ту сторону Альп в Швейцарии и Австрии. Опытные лыжники прокатом не пользуются. Они имеют свое оборудование. Хотя это довольно громоздко ездить в отпуск со своими лыжами и ботинками. Некоторые опытные катальщики покупают ботинки и приезжают с ними, а лыжи берут на прокат на месте. Я чайник со стажем, поэтому могу дать совет такой. Если вы едете в первый раз, купите только одежду. Дома или здесь, на месте. Но покупка ее в Италии будет дешевле, да и процесс приятнее. Что покупать? Комбинезон или куртку решайте сами. Одни считают, что комбинезон теплее, смотрится элегантнее, он стройнет, не стесняет свободы движения. На меня не смотрите, я в этом смысле не показатель. Но спортивные моды изменчивы. Я заметил, что все большее количество любителей горных лыж отдает предпочтение курткам. Однако, вот вы и на вершине, готовы к спуску. Знать бы только, как это делается. Чем мне нравятся горнолыжные курорты? Здесь очень демократично. До новичка, неуклюже, спускающегося по склону, здесь не смотрят со смешкой. Ведь, во-первых, никто не родился с лыжами на ногах, за исключением коренных жителей Альп. Вот они, у меня такое ощущение, появились на свет из чрева матери уже с лыжами. И свои первые шаги и спуск с горы они сделали одновременно. А во-вторых, умелые катальщики столь заняты собой во время спуска и своими чувствами, которые они испытывают во время полета по склону, что им не до вас. И бояться их не надо. Они видят вас, и, несмотря на все ваши попытки попасть им под ноги, они всегда обойдут вас. Опасны такие же новички, как и вы. Они непредсказуемы, поэтому их лучше пропускать вперед, ибо на трассе виноват всегда тот, кто едет сзади. Но это как на дороге. Спокойствие и безопасность нам обеспечивает наш спонсор, страховая группа «Спасские ворота». Новички, сделавшие первые победы и спустившиеся со своей первой горы, очень вдохновляют со своим первым успехом. А стремительно пролетающие мимо горнолыжные асы вызывают чувство жгучей зависти и подстегивают собственное тщеславие. Что же я хуже? Но успех во многом зависит от того, как, впрочем, и вообще в жизни, есть ли у вас хороший учитель, ну, в данном случае инструктор. Час занятий с ним здесь стоит около 20 долларов. К часу дня спуски заметно пустеют. Все, а итальянцы, в первую очередь, устремляются в горные ресторанчики. С часу до двух – это обедное время для них святое. Рестораны на склонах, как мне показалось, не отличаются изыском в приготовлении. Это обычные закусочные, где за 10 долларов посетитель получает сытный обед из нескольких блюд и стакан горячего вина или кружку пива. Но об особенностях итальянской кухни у нас еще будет повод поговорить в следующий раз. Я и здесь не изменял своим привычкам. Карточка Альфа-банка Мастеркард, я оплачивал и прокат горнолыжного оборудования, и скипас, то есть пропуск абонемента на подъемнике, и маленькие радости в горнолыжных барах. Вот, казалось бы, горы, глухомань, а карточку принимают везде. После катания мы отправлялись на прогулку в местные городки для близкого знакомства с их обитателями. Но ночь Челина не для такого же, однако, близкого. Вообще, северные итальянцы менее навязчивы, чем их более общительные соотечественники на юге. Но они всегда с удовольствием ответят на вопросы и дадут советы, всегда готовы уделить минутку иностранцу и сообщить малоизвестный факт или собственное мнение об историческом герое. Возможно, житель этих мест будет очень похож на персонаж фрески XV века местного кафедрального собора. В этих регионах прошлое всегда отражено в настоящем. Новые дома строятся на руинах старых римских стен. Современные музеи экспонируют изделия до римского периода. Старики в горных деревушках хранят обычаи многовековой давности, а их внуки в сверкающих автомобилях с ревом летят в будущее. Где бы вы ни находились здесь, вам не избежать очарования Италии. Здесь вы научитесь наслаждаться жизнью. Возможно, у вас пленит красота церковного фасада, воздвигнутого на базарной площади, или аромат только что нарезанного у окорока, или взгляд модно одетого прохожего на чашку вашего капучино. Все тоже потрясающие ощущения. «Жизнь прекрасна». Так написала Катрин Барретт, путеводитель по Италии «Окно в мир». И с ней невозможно не согласиться. «Ломбардия, я не прощаюсь с тобой. До встречи». Чем замечательен отдых в Италии, в частности в ломбарде? Да тем, что помимо горнолыжного катания, какое-то время можно посвятить знакомству с достопримечательностями Милана и Бергамо. И что не менее важно, и не менее захватывающе, знакомству с их знаменитыми магазинами. Это весьма увлекательное занятие, потому что в магазинах и торговых центрах Милана и Бергамо, нет, я понимаю, вы скажете, так не бывает, но поверьте, бывает, там есть все. Тутте-пертутте. По-итальянски «все для всех». Или «тутта да пердутта». «Все и везде». «Все, что позволяет и не позволяет ваш кошелек». А если скудинон, а душа ваша изнывает не только по высокой моде, но и по высокому искусству, Милана и Бергамо ее насытят сполна своими памятниками, соборами, фресками, картинами, музыкой. В следующей передаче мы отправимся на экскурсию в Бергамо, на родину знаменитого Труфальдина. Продолжим знакомство с возможностями горнолыжного катания и побродим по изумительному городку Плюзоне. Где я и купил этот забавный фартук. Пойду в нем в гости к Макаревичу на программу «Смак». Ой. Так что до встречи здесь же, в Ломбардии. Пока. И я от своего имени и от вашего благодарю правительство Ломбардии за тутте-пертутта, за все и везде. Счастливо. Продолжение следует...